Это лучшие песочницы за 2023 год. Помните, что песочницы могут быть в любом жанре. В Galaxy Pestation ваша задача построить и расширять космическую станцию не только для людей, но и для пришельцев и даже роботов. Создавайте капсульные отели, кинотеатры и даже караоке-бары. Все это, чтобы удовлетворить потребности самых разнообразных галактических посетителей. Встречайте удивительные инопланетные расы от гуманоидов до кибернетических существ. Общение с каждой расой открывает новые возможности и вызовы. Ваши решения повлияют на отношения между различными видами. Но будьте осторожны, на станции вас поджидают преступники и монстры, пироманьяки, воры, мимики, киберзломщики. Каждый из них представляет уникальную угрозу. Проверяйте документы и будьте бдительны. Игра предлагает два режима. Историю с несколькими концовками и бесконечный режим. Процедурно генерируемые события гарантируют, что скучать не придется. Дисенс – это научно-фантастическая стратегия с настраиваемыми юнитами и режимами действий. Собирайте ресурсы, стройте и исследуйте неизведанные. При запуске игры первое впечатление, что вообще тут происходит, где конвейеры и как в это играть. Всю базу от начала и до конца можно поставить на колеса и укатить в закат. Плюс блочное программирование – довольно спорный и сложный в понимании инструмент автоматизации. Но от этого он не становится менее интересным. Предчувствую волну негатива от тех, кто не осилит разобраться. Есть мнение, что можно играть и без программирования. Но я не представляю, какой хаос при этом будет происходить на экране. По поводу головоломок в руинах – поначалу они интересны и забавны. А учитывая, что в лейтгейме и эту рутину можно автоматизировать, то это отличная задумка. Картинка радует глаз. Очень позабавило добавление элементов растительности в виде суккулентов. Чувствуется, что разработчики из страны восходящего солнца. Проблем с оптимизацией не замечено, по крайней мере на ранней стадии игры. Ценник, на мой взгляд, немного завышен для раннего доступа. Хотя контента для освоения – хоть отбавляй. Отдельное огромное спасибо за мультиплеер уже в раннем доступе. Далеко не все игры таким могут похвастаться. Хотелось бы в будущем видеть разнообразие биомов, врагов и такой же приятной фоновой музыки. Желаю игре быстрого развития и поменьше багов, особенно в алгоритмах бехейверов. Однозначно рекомендую к ознакомлению. About Snakes. Постройте собственную игровую вселенную в расслабляющем конструкторе миров в стиле Дикого Запада. Занимайтесь ремеслом, земледелием и охотой. Отстраивайте базу и исследуйте новые земли. Игра определенно стоит, чтобы в нее поиграть и поначалу вообще вызывает буйный восторг. Но чем дальше играешь, тем больше понимаешь, что игра как будто бы не доделана. Идея с тем, чтобы самому строить карту, просто отменно. Но если поначалу первые доступные биомы типа равнин, леса, снега и воды имеют кучу вариантов с разными переходами от одного биома к другому, то потом как отрубает? В игре есть досадные минусы, которые по какой-то причине разработчики не поправили и которые напрягают. Первое. Это неудобство камеры. Есть 4 заранее заготовленных угла поворота камеры. Эти углы по 45 градусов. После переключения камеры в беге твой персонаж отклоняется на те же 45 градусов и приходится постоянно поправлять. Также из-за этого же ресурсы можно не заметить. Почему не сделать плавный поворот? Второе. Неудобство, связанное с микроменеджментом. Засеивание грядки, перемещение, переход от холодного биома к теплому, переключение одежды туда-сюда. Добыча ресурсов требует, чтобы ты сам каждый раз переключался на необходимый инструмент. И третье. Слишком простая боевка. Вывод. Если вам нравятся выживалки, но хотите немного передохнуть и зачилиться, то игра для вас. Тектоника. Это игра от первого лица о строительстве заводов под поверхностью далекой планеты. Игра больше похожа на Факторию, чем в Сатисфэкторе. Интересная стилистика, можно копать, жалко только нельзя расширять или уменьшать водоемы. Надеюсь, разработчики это добавят. Из плюсов можно отметить, что хорошо реализовали идеи с электрическим полом из Fortescraft Evolve. И новизна научных шаров. Интересна карта с хорошей проработкой, неплохая графика, прекрасно сделаны секретные комнаты, которые сильно помогают в развитии. Из минусов это мало машин, дерево технологий по сути пустое, плюс икс процентов к такому-то показателю. Копательное устройство очень неудобно сделано. Массовый сбор работает только с ящиками, но не с растениями, приходится каждую руками собирать. Принудительная затянутость. Occupy Mars это высокотехничный, открытый мир, песочница о колонизации Марса. Стройте и модернизируйте свою базу, открывайте новые удивительные регионы, проводите горные работы, добывайте воду и генерируйте кислород. Выращивайте урожай, исправляйте сломанные части, учитесь выживать на Марсе. Понравились в игре природные катаклизмы, торнадо, пылевые бури, северные сияния и, конечно, метеоритный дождь. Летит, горит, падает и взрывается. Ощущение класс. Музыкальное оформление в норме. Если застрял в камнях, можно откатить игру на 2-3 секунды назад, до момента застревания клавишей R. Есть русский язык. Не понравилось в игре то, что при езде на любом транспорте начинается, при выезде в новый район, просадка фпс оптимизации и самопроизвольное вращение обзора. При этом тяжелый марсоход вместе с прицепом может стать свечкой, вертикально носом в космос, потом падает. Плохой прицел у пилы, болгарки, пилишь ящик, а на самом деле пилится вся комната. Ужасная графика анимации у барвового перфоратора. Невозможно утилизировать технику. В дробилку надо аккуратно кидать ненужные предметы, или сам провалишься, или они зависают в воздухе. Через марсианские сутки зачем-то опять появляются большие камни, вчера разобранные, но они все пустые. Игра требует терпения. Она в раннем доступе и иногда непредсказуемо себя ведет. А в телеграм-канале Быть Инди я рассказываю об интересных новостях, связанных с игровой индустрией, новыми релизами и апдейтами. Буду вас там ждать. Black Skylands. Где есть корабли, там обязательно найдутся пираты и жуткие монстры-жуки, с которыми предстоит сражаться при помощи пушек, бортового пулемета, гаубицы, торпед и ловкого маневрирования. Но не одним корабельным сражением полнится эта игра. Тут имеются также схватки на своих двоих с бесподобным крюком-кошкой и перекатами в стиле Hotline Miami. Происходящая боевая активность щедро сдобрена разнообразными типами вооружений, от дробовика и автомата, до лука и арбалета, плюс несколько способностей, вроде силового щита, замедления времени и джедайских молний из рук. Разумеется, все на свете от брони и маневренности нашего корабля можно и нужно улучшать. Ну и на оружие модули всякие тоже ставятся, куда без этого. А уж увешаться амулетами Ева любит, как и всякая девушка, аж по 4 штуки за раз цепляет. Карта не сказать, что особо большая, но полетать есть где. Никто не толкает по сюжету, позволяя в свободном режиме исследовать и отбивать у пиратов летающие острова да сражаться с Роем. Для любителей дополнительных приключений присутствуют сундуки с сокровищами, записки, несложные головоломки, а также побочные задания. Единственное, за что хочется попинать авторов, отсутствует цифровых параметров оружия и кораблей. Хорошо или плохо, что по сравнению с ранним доступом упростили прокачку корабля и вырезали ферму с экономикой, судить не берусь. Но разработчику виднее. Если он посчитал целесообразным, убрать какую-то часть своего творения, рискуя расстроить некоторых покупателей, значит были весомые причины. Сен-Гокот Дэнасти Захватывающе многожанровое сочетание ролевой игры с открытым миром, градостроительного симулятора и симулятора жизни с элементами выживания. В игре красивая картинка, есть сюжет, без которого ты не сможешь развивать свою игру. Красивые наряды, широкий крафт и разнообразные постройки. Дома можно улучшать, меняя их стены. Есть телепорт в виде колокольни, это сердце деревни. Красивое оформление фонариками и элементами востока, божествами. Есть кооператив и он работает как надо. Персонажи могут передвигаться отдельно друг от друга по карте. Есть прокачки персонажа, но очень маленькая. Теперь о минусах. Крафт широкий, но не интуитивный, местами части верстаков запрятаны так, что фиг их найдешь. Дома и крафтовые станции взяты из Медивил Денестии. И добавлены просто небольшие новые элементы, которые ты найдешь не сразу. Есть каменные и железные и стальные инструменты и оружие. Но зачем они, если разницы в количестве добычи ресурсов вообще нет, и ломаются они примерно одинаково. Лишь чтобы разрубить большие и огромные деревья и расколоть средние и большие камни и кучки глины, нужны железные и стальные инструменты, но на сам крафт это никак не влияет. Сама династия топорно собрана в меню и непонятно что и куда тыкать. Также в игре присутствует постройка мостов и даже вышки, но это больше формальность красивой картинки и прокачки династии, так как ты можешь перейти реку или перепрыгнуть мост, но ресурсов требует очень много. Есть задания, где в скобочках указано необязательно, но без них нет развития крафта и династии. Зачем писать необязательно, если я не могу не делать этого, чтобы развивать династию? Нет в крафте дорог или чего-то подобного, чтобы оформить нормальную деревню, хотя в Медивилде Несте были дороги. Персонаж не умеет плавать, он просто перебегает ручьи, реки и озера. Отсутствие домашних и сельскохозяйственных животных. Скудный крафт оформления деревни. Жители багуются и застревают, и не садятся на скамейки, и не отдыхают по вечерам, не ложатся спать. На данный момент игра очень-очень сырая. Forever Skies это игра про выживание с видом от первого лица. Вернитесь на землю, разрушенную экологической катастрофой. Управляйте высокотехнологичным дирижаблем, модернизируйте и чините его. Хоть игра и в раннем доступе, она уже вполне играбельна. Контента где-то часов на 10-15. Если проходить чисто сюжет, то гораздо меньше. По большей части игра напоминает рафт. Основная концепция примерно та же. Плаваем по бесконечному миру, собираем пролетающий мимо мусор, расширяем свое судно, выстраиваем там всякие полезные и не очень вещи, и радуемся жизни, пытаемся выжить. Помимо сеттинга, данную игру от рафта отличают некоторые нюансы. Вертикальность, то есть можно летать на все 360 градусов, вертикальный прогресс и необходимость менять высоту в разных ситуациях. Прямое управление судном. Интереснее добывать пролетающие мимо ресурсы. Вместо лавливания крюком, их надо уничтожать из пушки. Большой упор на исследование локаций, тут надо находить чертежи новых технологий в открытом мире и познавать лор через записки, более продуманное строительство корабля. Здесь в частности, хотелось бы выделить ограничения по грузоподъемности и тот факт, что корабль должен стыковаться с поверхностью, а значит должен иметь подходящую, так сказать, форму, чтобы не врезаться во что-нибудь. Очень понравился левел дизайн различных локаций. Самые мелкие, понятное дело, не представляют из себя ничего интересного, а вот более крупные места уже позволяют поисследовать местность, а порой даже заставляют немного паркурить по разным балкам и обломкам. Из минусов я бы отметил периодически подлаги на ровном месте и малое количество контента. Не помешало бы также большее разнообразие станций одного вида. Еще, судя по планам на будущее, в игре нет механики выращивания растений, что тоже несколько расстраивает, но это обещают добавить. А если ты интересуешься разработкой игр, IT-сферой, то на своем канале я рассказываю подробно о том, как работается в геймдеве, как устроиться на работу, проходить собеседование и зарабатывать деньги. И отвечаю активно на вопросы. Санкинг Ленд – это симулятор выживания в открытом мире, где вам предстоит открыть для себя суровый постапокалиптический мир. После неизвестной катастрофы почти все континенты ушли под воду. Спастись удалось лишь немногочисленным выжившим, которые ежедневно борются за свою жизнь на небольших участках суши. Вам посчастливилось стать одним из них, но рано радоваться, ведь вам потребуется обустроить свой лагерь из подручных средств, а также совершать регулярные вылазки в поисках полезных материалов и оружия. Геймплей проекта во многом напоминает игру под названием Raft, ведь концепция крайне схожа. Однако разработчики сделали свое творение более хардкорным за счет регулярных стычек с недружелюбно настроенными второстепенными персонажами из соседних поселений. Будьте уверены, что до них дойдут слухи о вашем появлении, и они сделают все возможное, чтобы изжить вас со своей территории. Но не стоит отчаиваться, напротив, самое время взять в руки оружие и дать достойный отпор, а вместе с этим заполучить их ресурсы. Начните свое приключение с пустым инвентарем, а в ходе прохождения медленно, но верно пополняйте его полезными вещами. Поначалу вы даже не сможете глубоко нырять из-за отсутствия акваланга, но со временем ваши навыки позволят создавать более продвинутые оборудования и не только. Постройте верстак и повышайте уровень игрового персонажа, чтобы со временем открывать все новые чертежи, ведь помимо инструментов вам потребуются крепкие стены. Соперники не дремлют, и их сила будет расти вместе с вашей. Действие My Time and Sandrock происходит в очаровательном постакалиптическом мире спустя 300 лет после того, как в день бедствия было уничтожено большинство современных технологий. Ваш герой в свои 20 лет приезжает в адское пекло, где прожженная солнцем почва не позволяет выращивать ничего, кроме колючих. Песчаные бури будут уносить ваши ресурсы, пока вы не научитесь вовремя их забирать или не построите защиту. А люди? Да, люди будут улыбаться вам ровно до того момента, пока вы случайным мизинцем не заденете оазис или положите топор на сантиметр ближе, чем это позволяет правило к оставшимся деревьям. Ваша задача как начинающего мастера заключается в том, чтобы отстроить этот город и превратить его в настоящий рай как для жителей, так и для туристов. Помните Старди Уэлли, где единственной проблемой города было починить клуб? Здесь вам нужно зачищать заброшенные остатки цивилизации от монстров, восстанавливать постройки после рейдов от местной банды преступников, а еще пробовать лекарства с неизвестным составом от местного доктора, которые лечат вас в той же степени, как и калечат. По сюжету вас ждут тайны, интриги, расследования, вы будете расследовать причину разрушения Сандрока, но поверьте, результат того стоит. Для собратьев-казуальщиков все сюжетные квесты не имеют ограничения по времени. Вы можете проходить игру так, как удобно именно вам, никто не выгнает вас из мастерской, если вы забудете сдать поручение. Спасибо Степану за поддержку этого выпуска на Бусте.